Когда происходит взаимодействие жизни и смерти, то есть я думаю, что все это объединяется воедино. И поэтому вот эта грань между жизнью и смертью дала мне понять, что не нужно бояться смерти, нужно наоборот поменять свое отношение к жизни для того, чтобы не тратить это время, а относиться с пониманием, с любовью именно к своим близким. Когда ко мне обращаются люди, находящиеся в горе, они хотят всегда, чтобы их выслушали, помогли. И поэтому, скорее всего, им легче будет общаться именно с женщиной, поделиться какими-то своими переживаниями. Нет, работать в данной сфере не страшно, но к этому никогда невозможно подготовиться. Думаю, что вся вот эта составляющая моей работы, о чем думают люди, что это связано как-то со страхом, оно компенсируется, это благодарности людей. Есть человек, который придет на помощь, подскажет, выслушает и придет к какому-то результату, чтобы и с моей стороны я получила свое удовлетворение в работе. И непосредственно человеку становится в эти моменты легче, когда он уже отдает дань памяти своему близкому человеку. При работе очень часто мы стоим в безлюдном месте, никого нет. Порой бывает, когда уже начинаешь работать непосредственно с землей, какими-то деревьями, что-то приходится убирать, передвигать. Всегда приходят животные, выходят зайцы, прилетают птицы. Понимаете, все собираются вместе. И люди, и животные, и сама природа. Все вокруг объединяется. Продолжение следует...